Человек идет работать, нормальный человек идет работать, во-первых, потому что ему деньги нужны, и больше ему заработать негде. Во-вторых, потому что раньше, опять же, в Советском Союзе, вот были проблемы с жильем, переехать, сейчас этих проблем нет. Наконец, да, были в СССР, действительно, было очень мало, в тысячу раз меньше, чем они хорали по телевизору, но были реально трудовые династии, так сказать, где люди гордились своим умением, навыком. Но сейчас этого, конечно, нет, это все разрушено, и от того, что ввели, это же анекдот, придумали звание Герой Труда, придумали его года три назад. За это время вымучили десяток этих самых героев, из которых большую часть по-прежнему, значит, это чиновники, артисты, пиар-звезды, и двум каким-то, или одному какому-то рабочему дали. Ну, государство отвратительно, эти рабочие, противны, чужды, они для них никто, навоз, быдло. Это же никто этого не скрывает. Того лицемерия, которое было в СССР, не существует. В СССР, да, для некоторых людей действительно была еще идея карьерной лестницы. Действительно, можно было поработать там, вступить в партию, сделать два-три раза предложение, и из рабочего стать чиновником. Все хотят быть чиновниками, никто не хочет быть рабочим. Но дорога в чиновники открывалась в том числе через ту заводскую проходную, что в люди вывело меня. Какой дурак сейчас возьмет в чиновники рабочим? В Верховном Совете СССР там была квота. Не знаю уж, какая она была, но половина там, рабочие, колхозники. Сейчас вообще ни одного нет. В этом смысле у нас власть абсолютно честная. Это власть чиновников, детей чиновников, внуков чиновников и узкого круга примкнувших к ним бизнесменов и шоу-звезд, которые в сущности те же самые бизнесмены. А все остальное просто навоз. Ну государство их терпит, но не убьешь их, не отравишь их, ну пусть живут. Но кому они нахрен нужны? Никому ни для чего. Работа – это тяжелая вещь. Это не ради роликов делается, не под влиянием роликов. Есть профессии, на которые людей действительно может заманить искусство. Бандит, полицейский, адвокат, разведчик, путешественник, космонавт. Это то, что называется романтические профессии. И романтический флер им придает искусство. А стоять, ну не стоять теперь, стоять, наверное, не надо. Ну, короче говоря, делать то, что делает рабочий человек сейчас, ну не кувалдой, наверное, размахивает. Ну, короче говоря, заниматься вот этим трудом ты не будешь из-за того, что это в кино покажут. В кино показать-то нечего. Это не та профессия, которую интересно смотреть. Прыжки, перевороты, риск, стрельба, погони. Ну нету этого там и быть не может. Соответственно, это тяжелый. Иногда людям, которые умеют что-то делать руками, это интересно. Но вот мастер высокой квалификации, который что-то умеет ремонтировать, конечно, ему приятно. Стояло поломанное, пришел, сделал. Приятно. Но что там в кино показывать? Нечего показывать. Ну, в общем, не кино делается профессией рабочего. Продолжение следует...